Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня, 22 декабря, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group, в студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Публикация неожиданно хорошего отчета по изменению темпов роста ВВП во Франции оказала поддержку евро, но активность покупателей остается сдержанной перед релизом 100 данных из США. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. При этом открытый интерес и объемы торгов сокращаются. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, поэтому риск появления мощного ценового движения увеличивается. На данный момент качественных торговых сигналов все еще нет, при этом не исключая развитие более мощного нисходящего движения. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Незначительное увеличение темпов роста ВВП в Британии в годовом исчислении оказало поддержку котировкам пары, которым удалось вернуться к уровню сопротивления 1.3385. Как следствие, риск дальнейшего укрепления котировок пары остается высоким. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. При этом открытые интересы и объемы торгов снижаются. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, на фоне очень низкой торговой активности на протяжении практически всей недели. Качественных торговых сигналов все еще нет, так как амплитуда ценового движения продолжает сужаться. А сейчас придем к валютной паре доллар США, канадский доллар. Существенное увеличение темпов роста инфляции в Канаде оказало давление на котировки пары. К тому же и сегодня поступит еще один блок макроэкономической статистики из Канады, что также может оказать заметное влияние на общую динамику торгов данной валютной парой. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней увеличилась на фоне всплеска волатильности торгов в четверг, но и сегодня торговая активность может оставаться повышенной. Дальнейшее ослабление котировок пары все еще рассматриваю в качестве основного сценария. А сейчас придем к экономическому календарю. С открытием американской торговой сессии Канада опубликует отчет по изменению темпов роста ВВП, в то время как США отчитается по изменению объемов заказов на товары долгосрочного пользования, а также по расходам населения. Поэтому все еще не исключаю увеличение торговой активности. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Фокус Рынка. Фокус Рынка. Фокус Рынка. О, FIBA! FIBA Group. Ваша финансовая группа поддержки.